Следующее слово я хотел бы предоставить нашей коллеге из Италии, Расселе Бардазе, которая представляет университет Флоренции, одновременно она является членом наблюдательного совета Международной Ассоциации Затрат и Выпуск. Нашим давним коллегой, партнером, мы вместе входим в Международный консорциум по межнародному анализу и прогнозируемию Информ. Расселе, слово вам. Хорошо. Я хочу обсудить с вами тему энергоперехода глазами потребителей. Вот здесь вот на слайде указано, что я не одна работаю, а меня всячески поддерживает программа Еврокомиссии, посвященная исследованию вопросов энергетической бедности в странах Евросоюза. Вы, конечно, знаете, что Еврокомиссия уделяет очень много внимания вопросам справедливости энергоперехода. То есть нам нужен не просто энергопереход, а энергопереход, который как минимум не будет усиливать дискриминацию в обществе. И здесь необходимо учесть несколько разных вопросов для того, чтобы гарантировать относительную справедливость энергоперехода. Во-первых, мы хорошо понимаем, что энергопереход — это затратное мероприятие. Потребуется большие кап-вложения, а значит, нужно заранее продумать вопрос о том, кто именно будет финансировать эти капитальные расходы. Во-вторых, нужно отдавать себе отчет в том, что такой энергопереход будет иметь существенное социально-экономическое воздействие. Я вижу, что у нас дальше будет выступать Кристиан Луц, и я так понимаю, что он тоже затронет эту проблематику уже со своей более структурно-моделировочной точки зрения. И это не удивительно, это действительно очень важная тема для европейских дебатов на тему европейской дискуссии об энергопереходе на данном этапе. Очевидно, что будет много домохозяйств, которым будет нелегко обеспечить энергопереход в связи просто с его дороговизной. Да, в общем-то, и текущий энергетический криз в Европе показывает, что ситуация непростая уже сейчас, еще до того, как мы развернули все инструменты декарбонизации. Под энергетической бедностью мы будем понимать неспособность человека или домохозяйства обеспечить необходимый уровень энергетических услуг. Я хочу подчеркнуть, что эта проблема на самом деле уже имеет место в Евросоюзе, и, в общем-то, и пандемия, и текущий пик энергетических цен ее только усугубили. И если мы беремся дальше прогнозировать то, как будет развиваться энергопереход, нам обязательно нужно эту проблематику учесть. Мы знаем, что инвестиции в замещение капитальных ресурсов, капитальных основных средств, хочется сказать, будут очень высоки. То есть, видите, есть расчеты, которые показывают ежегодные вложения чуть ли не в 260 миллиардов евро до 2030 года. Эти деньги, очевидно, нужно где-то найти. Дафно уже говорят о том, что эти расходы лягут одновременно, как на госсектор, так и на частный сектор. Несколько разных инструментов уже какое-то время обсуждается, часть из них уже нашли свое представление в конкретных программах. Все эти инструменты призваны обеспечить финансирование данной программы. Ну и часть этих инструментов приведут к искажению цен на энергоносители. Например, можно вводить новые налоги, можно на самом деле начинать брать деньги за до последнего времени условно-бесплатный товар. Вы, конечно, знаете, что во многих европейских странах обсуждается либо трансграничный углеродный налог, либо введение просто углеродного, нетрансграничного налога и так далее. Нет сомнений в том, что подобные механизмы приведут к изменению цен. Мы при этом не сомневаемся, что в долгосрочной перспективе потребители выиграют от этих изменений, поскольку климатическая ситуация будет лучше, и у них будет лучше инфраструктура, будут лучше утеплены дома, но при этом краткосрочный эффект наверняка будет негативным. То есть получается, это ситуация компромисса или размена. Здесь необходимо будет потребителям пойти на жертвы в краткосрочной перспективе в надежде на улучшение ситуации в долгосрочной перспективе. Именно поэтому Европейская комиссия предложила направить 25% от всех ресурсов в рамках новой схемы торговли квотами в социальный фонд, который будет поддерживать те домохозяйства, которые больше всего пострадают финансово от энергоперехода. Здесь, мне кажется, важным напомнить две ключевых цифры. С одной стороны, на домохозяйство приходится более 25% конечного энергопотребления в Евросоюзе, в то время как суммарное личное потребление обеспечивает практически две трети ВВП еврозоны. Точнее, Евросоюз, прошу прощения. Это важные цифры. Они на самом деле показывают, что очень многое и правда зависит от потребителей, бытовых потребителей. И нам по-хорошему нужно извлечь максимум уроков из текущего энергетического кризиса. Власти, правительства европейских стран должны показать свою готовность поддерживать тех, кому приходится сейчас особенно тяжело. В рамках текущего энергетического кризиса еврокомиссия уже среагировала. Были предприняты меры по защите потребителей от чрезвычайно высоких цен на энергоносители. Были проведены определенные интервенции, в том числе регуляторного свойства. В некоторых странах были предложены субсидии, поскольку очевидно, что финансовое время резко выросших цен на газ и электричество оказалось непосильным для некоторых. И мы понимаем, что, скорее всего, что-то похожее мы увидим и по ходу энергоперехода. То, что сейчас происходит в каком-то смысле, экономическом, например, смысле, мы можем считать своеобразным экспериментом, намеком на то, что будет происходить уже по ходу энергоперехода. И это важная тема, потому что ведь часто говорят, что энергобезопасность или энергетическая бедность – это явление, скорее, развивающихся стран. Но наши цифры показывают, что около 35 миллионов европейцев на самом деле не могут обеспечить достаточное пристойное отопление собственных домов. То есть, видите, почти 7% домохозяйств 27 европейских стран сталкиваются с этой проблемой. Та же самая проблема, кстати говоря, существует и в Соединенных Штатах. Мы это знаем по данным Американского энергетического агентства. По ним получается, что около 14% домохозяйств сталкиваются с вынужденными отключениями от энергосети, и у многих возникают регулярные трудности с оплатой счетов за электричество. То есть, располагаемые доходы совсем небольшие. Есть разные причины этой энергической бедности. Это во многих случаях комбинация низкого уровня дохода, низкой энергоэффективности, высокой цены энергоносителей. Но также есть и проблемы, связанные с недоинформированностью граждан. Не все люди просто знают, какие есть средства энергосбережения и какие существуют программы финансовой поддержки. Есть различные, конечно, способы оценки того, какой масштаб имеет эта энергетическая бедность. В некоторых странах, например, считают, у какой доли населения есть задолженность по счетам, например, за электроэнергию. А где-то оценивают долю населения, у которой доля расходов на электричество, например, и теплоснабжение, скажем, превышает определенную величину. Если мы беремся прогнозировать эффекты энергоперехода, нам обязательно нужно учитывать эту проблематику. Почему? Потому что самые бедные домохозяйства тратят большую часть своего бюджета на электро- и теплоснабжение. И также самые бедные домохозяйства отличаются достаточно негибким спросом. То есть повышение цен, отражающие, например, углеродный налог, означает для них увеличение расходов, а, возможно, и даже дилемму между тем, чтобы тебе было тепло или тебе было сытно. То есть необходимость выбора между обогревом собственного жилища или едой на столе. Ну, некоторые домохозяйства специально отключаются от энергосети и решают, что можно просто купить более теплую одежду. Так или иначе, гетерогенность и в плане цены, и в плане эластичности цен достаточно существенная. Наши расчеты, кажется, действительно по Италии показывают, что эти параметры, на самом деле конкретно параметры эластичности цены для электричества и теплоснабжения достаточно заметно отличаются в разных квартирах граждан по доходу. Чуть раньше я уже говорила, что у бедных домохозяйств часто принимается решение вообще не отапливать дома просто потому, что теплоснабжение слишком дорогое. И именно это отражает достаточно неожиданную величину в минус 0,89. Также мы наблюдаем и существенные различия от региона к региону внутри Италии. То есть здесь необходимо анализировать ситуацию не на национальном, а уже на более мелком уровне. Очевидно, что юг, центр и север Италии отличаются заметно и с климатической точки зрения. Мы видим, что эластичность по цене более ярко выражена на юге Италии, чем на севере. И то же самое мы с вами видим в плане теплоснабжения тоже. Получается, что очень важно учитывать то, что реакции на цену энергоносителей, на цену электричества или тепла, зависят не только от дохода человека или домохозяйства, но и от того, где он живет. Потому что климатические условия и особенности инфраструктуры, очевидно, свою роль тоже играют. Мы знаем, что энергетическая политика часто обладает дистрибутивным эффектом. То есть она приводит к перераспределению социальных благ, скажем так. И вполне может оказаться так, что, скажем, энергопереход ляжет более тяжким временем на бедные домохозяйства, а не на богатые. Так что при планировании энергоперехода нам обязательно нужно найти способ компенсации подобных эффектов. углеродные налоги и подобные им реформы вполне могут негативно сказаться не только в плане энергической бедности, о чем я уже говорила, но и в целом срезать личное потребление. Еще два важных момента, которые необходимо учесть при моделировании потребительского поведения, связанные, с одной стороны, с постарением населения, и, с другой стороны, с тем, что у разных возрастных когорт на самом деле разные привычки и предпочтения. То есть происходит не просто изменение возрастной пирамиды, но и происходят поколенческие сдвиги с точки зрения динамики, что ли, или рисунка потребления. Оба этих аспекта обязательно нужно учитывать, и возрастную структуру, и эффект поколений. Хочется здесь показать результат нашей долгосрочной симуляции. Здесь мы показываем прогноз спроса на электричество в Италии с учетом разных входных параметров. Нижняя, зеленая, кривая. Дает нам прогноз спроса на электричество без учета возрастных и когортных эффектов. То есть базовая здесь посылка состоит в том, что население Италии медленно, но неумолимо сокращается, поскольку не так много рождается детей. Исходя только из этого, я легко могу спрогнозировать относительно невысокий спрос на электричество к 50-му году. Но это, очевидно, было бы неправильно, потому что если здесь мы учтем тот факт, что у людей пожилых и людей более старшего возраста обычно выше потребления электричества, особенно непосредственно в месте проживания, у нас уже получается совершенно другая траектория. То есть синяя кривая здесь отражает уже и возрастные эффекты. А если мы еще учтем и те поколенческие сдвиги, про которые я говорила, и учтем то, что современное поколение, молодое, может быть, не тратит электричество на телевизор, но активно пользуется гаджетами, может быть, даже медицинскими какими-то приборами, мы получим красную кривую, которая находится еще выше и соответствует еще большему спросу на электричество. Вот эти факторы таким образом, правда, получаются очень важными. В заключении своего доклада хочу сказать, что, конечно, если мы занимаемся макроэкономическим моделированием, мы имеем полное право рассматривать декарбонизацию как негативный шок для предложения и должны отдавать себе отчет в том, что будут и выигравшие, и проигравшие, которые, возможно, будут как-то неравномерно распределены в разных секторах. Надо также учесть и то, что интервенции в плане декарбонизации могут повлиять на ситуацию занятости и также, конечно, повлиять на структуру располагаемого дохода. То есть для того, чтобы гарантировать людям достаточный уровень дохода, возможно, нам нужно будет даже вклиниться в структуру занятости. Ну и чуть раньше я уже говорил о том, что это дорогое занятие энергопереход, и нам, конечно, нужно найти различные способы его финансирования и можно прогнозировать как минимум временное сокращение каких-то других государственных программ, которые могут еще больше ударить по малозащищенным слоям населения. Получается, что граждане того, чтобы им не сильно повредил энергопереход, нужно будет пересматривать свои привычки, может быть, менять и модернизировать свое оборудование. Ну а нам, безусловно, нужно подумать о том, какими средствами мы можем поддержать наименее защищенные слои населения, может быть, даже разработать какие-то редистрибутивные перераспределяющие меры, которые позволят их поддержать, если их собственных ресурсов не хватит. Спасибо большое за внимание, с удовольствием отвечу на ваши вопросы или комментарии. Спасибо. Большое спасибо, Расселла. На самом деле, очень важная тема, потому что мы тоже примерно пришли к таким же выводам, и на самом деле, главное негативное влияние на экономику с точки зрения темпов роста, ВВП в том числе, это влияние через доходы и расходы домашних хозяйств, потому что у нас, так же, как и в Италии, очень высокая доля потребления в структуре ВВП, более 50%. Собственно, здесь, конечно, есть большие проблемы. Я хотел бы сейчас воспользоваться своим правом ведущего и задать вопрос Рассели Бардазе, потому что, мне кажется, что то, что она сегодня нам рассказала, очень похоже на те расчеты, которые мы делаем у себя в институте. И главный вопрос у меня, скорее такой, я бы сказал, политологический, скорее, а не экономический. Вот было справедливо замечено, что вот эта вот вся история с политикой декарбонизации, она способна привести к кратковременным или среднесрочным негативным последствиям для доходов и уровня жизни в отдельных группах населения. А потом, соответственно, это будет компенсировано некоторыми выгодами. Вот вопрос состоит в том, в какой степени итальянское общество, европейское общество, ну и понятно, что мы всегда это проецируем и на Россию, да, может себе вот такой размен позволить. В какой степени политики, которые, значит, понятно, идут на выборы регулярно, там, с периодичностью раз, там, в 4 года, 4 или 5 лет, значит, они вот такой размен в текущих условиях того, той ситуации, которая есть в обществе, могут себе это позволить. Спасибо большое за ваш вопрос. Честно скажу, непростой вопрос вы задаете. Мне остается только отвечать без подготовки, вспоминая, что происходило в стране недавно. Мне кажется, что текущий энергетический кризис является хорошим экспериментом, демонстрирующим способность, желание или, наоборот, нежелание отдельных политиков продвигать, промотировать более ответственное поведение или, например, поддерживать домохозяйство, столкнувшиеся с резким ростом цен на газ и электроэнергию. У нас в газетах много писали о том, что расходы домохозяйств на электроэнергию в ближайшие несколько месяцев вырастут на 40%. Конечно же, итальянцы на это ответили забастовками, за которыми стояли профсоюзы. И тогда политики с своей стороны заявили о том, что необходимо ограничить прирост цен, и государственный бюджет должен частично компенсировать этот рост расходов. Но понятно, что это краткосрочное решение. Мне кажется, что это не может быть основой для долгосрочной стратегии, во всяком случае, в Италии. Но в этом смысле политики очень быстро среагировали и смогли таким образом снизить протестные отношения итальянцев. Я вспоминаю, что происходило во Франции относительно недавно. там же выросли налоги и на дизель, и на бензин. И мы, наверное, все помним, как активно протестовали против этого француза. Так что мне кажется, что да, это совершенно реально существующая проблема. И, похоже, мы еще не научились четко и ясно объяснять электорату, гражданам, что энергопереход потребует повышения цен, в том числе на ископаемые виды топлива, и для того, чтобы эту травму пережить, нужно будет менять поведенческие привычки. Как я уже говорил, при этом ответственное правительство должно еще и защитить наименее защищенные слои населения. Но мне кажется, что если... Давайте по-другому скажу, что повышение цен на электричество должно быть еще и важным сигналом, подсказывающим потребителям, что вообще-то нужно менять потребление и переходить с более грязных на более чистые виды топлива. Сигнальную функцию повышения цен не надо сбрасывать со счетов. При этом я считаю, что все равно нужно предлагать определенные субсидии для того, чтобы люди могли себе позволить повышение энергоэффективности. Но, с другой стороны, повышение цен должно быть заметным, чтобы люди задумались о том, как они могут поменять свои привычки. То есть, мне кажется, неправильным полностью компенсировать прирост цен, потому что в этом случае мы не сможем поменять поведение людей. Я вот так считаю. Так что, мне кажется, здесь нужно очень четкое послание, очень четкое сообщение о том, что бесплатной энергии не будет, зайцев не пустим, но при этом наименее защищенные слои населения получат поддержку и должны быть субсидии для перехода на новые технологии. Спасибо. Спасибо. Солон, пожалуйста. У меня был вопрос к Расселеву, просто к тому же самому вопросу, который был задан нашим уважаемым модераторам, просто в продолжении. Как вы думаете, какое время понадобится для адаптации населения, людей, чтобы они поменяли свои привычки на необходимые для вот этого самого энергоперехода? Это должно быть следующее поколение, или вы ожидаете, что вот сегодняшнее поколение, оно уже, вот сегодня живующее поколение, они уже вот очень быстро этот энергопереход смогут осуществить, поменяв свои привычки? Ну, я так поняла, что для населения оказалось неожиданным вдруг решение правительства, поскольку вот сразу 40% и сразу заплаты. Вот поэтому вопрос возникнет. Спасибо большое за вопрос. Ну, вы же понимаете, что повышение цен было не решением правительства, а было просто своеобразной экстерналией результатом резкого роста цен на природный газ. В конечном итоге политическое решение состояло в том, чтобы временно снизить налоговую компоненту и таким образом снизить суммы, которые потребители фактически будут доплачивать каждый месяц. Ну, и за счет этого таким образом их поддержать. Теперь, что касается вашего вопроса про изменение поведения, вопрос, конечно, очень интересный. Я вот в своем докладе уже говорил о том, что меняется возрастная структура населения, но, с другой стороны, и следующие когорты имеют другие привычки. Это в каком-то смысле две тенденции, они накладываются с одной на другую. Мы вот сейчас наблюдаем, что меняется возрастная пирамида, но при этом у отдельных возрастных когорт разные структуры потребления. Когда я встречаюсь со студентами, а моим студентам по 20 лет, я вижу, что они совершенно по-другому пользуются транспортом. Они, например, совершенно не хотят покупать автомобили. У большинства даже прав водительских нет. И в этом смысле они очень сильно отличаются от бэби-бумеров, от людей моего поколения, которые считали, что без машины ты, в общем-то, не совсем взрослый человек. Автомобиль был одним из важных признаков статуса. Здесь легко, конечно, предположить, что это поколение будет меньше пользоваться личным транспортом, хотя, конечно, со временем, по мере роста семьи, например, у них могут возникнуть новые ситуации, в которых автомобиль актуален. Но я не думаю, что их привычки поменяются кардинально. И мы видим, например, по нынешним сорокалетним, что их поведение отличается от поведения сорокалетних 20 лет назад. То же самое мы в каком смысле можем уверенно прогнозировать и на будущее. Мне кажется, что поведенческие изменения происходят медленно, но они происходят достаточно быстро, чтобы нам их нужно было учитывать в наших моделях. Мы понимаем, что в наших моделях нужно как-то отразить то, что через 30 лет 60-летние люди будут вести не так, как себя ведут нынешние 60-летние. И здесь, конечно, образование играет очень важную роль. Спасибо. Большое спасибо, Рассел. Спасибо большое. Это очень интересно. Продолжение следует...